В ее управлении целое волшебное государство. В нем свои законы, свой режим, порядки, а главное – много чудес. Уже 8 лет Татьяна Акчурина руководит клубом «Изумрудный город». Это творческое пространство для особенных людей. Мы в клубе не только проводим регулярные занятия по творческим направлениям, но еще организуем мероприятия массовые. То есть это тоже такая вот работа. Я, наверное, уже научилась быть и режиссером, и сценаристом, и где-то оператором. Работать с людьми мечтала с детства, вспоминает Татьяна. Стала психологом. Но в «Изумрудный город» привел случай. Опыта работы с особенными детьми не было и начинать было непросто. Прежде всего, наверное, мне было страшно. Я вообще не понимала, как мне общаться с этими людьми. Это на самом деле такой стереотип, который существует у каждого человека, наверное, который, скажем так, видит людей с инвалидностью, но не приближается к ним на расстоянии вытянутой руки. А секрет дружбы и работы с ними оказался прост – не ставить границы и общаться на равных. 56 так называемых жителей «Изумрудного города» – это талантливые, творческие и жизнерадостные ребята. Они поют и танцуют, рисуют, лепят и мастерят. Самым большим достижением Татьяна Акчурина считает создание на базе клуба инклюзивной лаборатории. Цель этих лабораторий – создать условия для творческого самовыражения людей с инвалидностью и потенциальные возможности для них, скажем так, реализовать эти свои творческие навыки и умения, которые они приобретают, уже в экономическом плане. То есть, чтобы они могли что-то зарабатывать себе на жизни. Пока таких лабораторий в Московской области всего две, включая Одинцовский округ. Ее полноценная работа и функционирование – главная цель для Татьяны. Она уверена, жизнь людей с ОБЗ должна быть такой же яркой и полноценной, как у всех. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.